Одним из послереволюционных изменений в бывшей царской России стало переименование полиции в милицию. Сделано это было по инициативе Владимира Ильича Ленина. Чем же отличалась милиция от полиции в представлении вождя? В своем сочинении Ленин писал, что помещики и капиталисты желают видеть полицию такой же, какая была во время монархии. Это позволило бы буржуазным республикам восстановить послереволюционных событий полицию в таком виде, в котором она могла бы отражать интересы буржуазного общества. Зато пролетариат желал совершенно иного, ему нужна была милиция, которая должна быть народной, то есть не обязательно было обладать статусом для того, чтобы в нее вступить. Служить в милиции могли как мужчины, так и женщины. В чем-то милиция должна была быть похожей на народную армию. Вождь считал, что нельзя возвращаться к старым порядкам, ведь с помощью них будет нельзя построить новое государство. Милиция, в его представлении, должна была на 95% состоять из простых крестьян. Люди бы ей доверяли гораздо больше, поскольку милиция из крестьян служила бы интересам народа. В нее желали бы вступить и подростки, и более старшие поколения, что воспитала бы патриотичных граждан. Важным условием свободы в государстве Ленин считал возможность дать женщинам не ограничиваться только домашними делами, но и служить наравне с мужским населением страны. В тот период, пожалуй, только милиция предоставляла это. Служба женщин привела бы сперва к демократии, а затем и к социализму. Благодаря такой милиции в стране воцарился бы абсолютный порядок. В первые годы существования СССР страна была охвачена голодом и кризисом. Но милиция смогла бы дать народу возможность справиться сразу с двумя этими проблемами. Стоит отметить, что Ленин часто задавался вопросами, действительно ли народ проливал кровь ради пустых обещаний. Действительно ли людям все равно, бедно они будут жить или богаты. Не случится ли так, что даже после революционных событий у крестьян не будет хватать средств на хлеб? И согласно его мнению, все эти проблемы способна решить только всенародная милиция, вступать в которую будут как мужское, так и женское население Советского Союза. Но прошли годы, страна прошла большой период исторических событий. Так, со словом «полиция» у советского народа в период Великой Отечественной войны было связано много негативных моментов. Активное участие в репрессиях народа принимали участие подразделения полицаев, которые советским людям запомнились беспрецедентными по жестокости операциям. Уже после войны множество полицаев на службе Германии из числа бывших советских граждан получили заслуженное наказание. На долгие годы для людей слово «полицейский» было сродни карателям. И вот уже 1 марта 2011 года в России вступил в силу закон о полиции по инициативе президента России Дмитрия Медведева. Как и почему это произошло, могут сказать, пожалуй, только историки. Если исходить из точки зрения вождя пролетариата Владимира, Ленина, возможно, милиция перестала обслуживать интересы трудового народа, а не появилось желание восстановить историческую справедливость и просто вернуть прежнее название. В таком случае милиция могла бы трансформироваться и в жандармерию. Но случилось, что случилось. Поколение пережившего ужасы Великой Отечественной стало очень мало. Именно они, будь еще силы, смогли бы сказать свое веское слово против восстановления названия «полиция». Но даже я, как автор этого материала, и воспитанный еще на советских фильмах и книгах, пережил в период переименования правоохранительных органов неприятный осадок. Как-то все стало опять ассоциироваться с буржуазией и неприятным прошлым. А у вас, друзья, есть какие-то мысли на этот счет? Напишите в комментариях. Поддержите нас подпиской, лайком и репостом. До новых встреч! moltoutto! До новых встреч!